Как обеспечить экономику региона кадрами? Директора и специалисты центров занятости населения всех городов Владимирской области встретились в администрации Мурома, чтобы найти ответ на этот вопрос. На открытом семинаре совещания побывала и наша съемочная группа. Снижение напряженности на рынке труда, контроль уровня безработицы, профориентационная работа. За круглым столом руководители центров занятости 17 городов. Представители департамента образования и комитета по промышленности, науке и импортозамещению области. Одна из первоочередных задач – обеспечить промышленные предприятия 33 региона высоко квалифицированными специалистами. Экономика в последнее время стала у нас в Владимирской области развиваться мемильными шагами. Светлана Юрьевна Орлова на это обращает очень большое и пристальное внимание. Появляется очень много новых рабочих мест. То есть каждый год на территории региона, то есть Владимирской области, создаются порядка 8 тысяч рабочих мест, которые мы должны обеспечить. Из этих 8 тысяч рабочих мест порядка 60% – это промышленные производства, естественно, с такими же специальностями. Токари, слесари, сварщики. В разных городах прослеживается одна и та же тенденция. Количество безработных значительно меньше заявленных предложений от работодателей. На данный момент у нас размещено 79 вакансий-станочников и всего лишь стоит на учете 9 человек с данной профессией. К сожалению, мы такими способами не обеспечим ту потребность в кадрах, которую нам предоставляют наши промышленные предприятия. Также важна разъяснительная работа с учащимися старших классов. Хотелось бы не преуменьшать важность профориентационной работы, потому что именно на данном этапе, когда ребята делают выбор в пользу какой-то профессии, важно на них правильно повлиять. Повлиять мы можем сами, может повлиять школа, может повлиять родители. Но все вместе мы должны как-то выработать общую систему и общий вектор направлений. Здесь года в год растет процент детей, которые выбирают ЕГЭ именно физико-математического плана. Как раз, наверное, дают плоды нашей работы профориентационной. Организаторы встречи считают, что практика проведения подобных крупных совещаний и семинаров на разных территориях области позволит решить проблему обеспечения кадрами точечно, с учетом специфики предприятий каждого города. Елена Петровна, Николай Малоденов, Новости, Муром.